Всем доброе утро! Буду снимать сегодня наконец-то день из жизни, потому что планировала снимать его уже несколько дней назад, но все так складывались обстоятельства, что было не до съемок. В общем, сейчас пол седьмого утра, я сейчас варю вареники на завтрак, будем собираться в садик, Богдана отвозить в садик, сегодня у него новая начинает работать сводная группа в садике, поэтому мы сегодня будем в новой группе. И у меня в жизни произошли некоторые неприятные изменения, поэтому не могла даже снимать. Дело в том, что на работу уже я сегодня не еду, потому что теперь я безработная. В общем, так сложилось, что меня уволили по сокращению с работы, потому что я уже на этом рабочем месте проработала очень долго, около 12 лет, и сейчас компания переживает не самый лучший период. И так получилось, что просто людей сокращают по... увольняют с работы по сокращению. Вот какое-то время до меня дело не доходило, сейчас дошло дело и до меня, поэтому я осталась сейчас без работы. В таком вынужденном отпуске, можно сказать, но мы никуда не едем отдыхать. Я дома стараюсь отвлекаться домашними делами, но наложилась еще какая-то усталость, поэтому как-то с домашними делами, ну так, без энтузиазма, но что-то делаю. Кроме того, не могла какое-то время снимать, потому что не очень хорошо выглядело, потому что это все стресс, и как-то у меня так не очень хорошо отреагировало лицо, и оно сейчас выглядит как-то не лучшим образом, но я вообще-то его там немножко подмазала, потому что если бы я еще начинала снимать, то, ну, хотелось как-то не... не хотелось пугать вас. Вот. Хотела еще отвлекаться, кроме домашних дел, ну, возможно, там, уходом за лицом, какими-то масочками, но сейчас не могу, потому что здесь нужно... здесь какие-то воспаления, в общем, непонятно что. В общем, надо как-то приходить в себя, и все такое. Решила еще заняться некоторыми вопросами, которые я все откладывала в связи с работой, и сегодня у меня удаление зуба мудрости. Вот. Один я удалила еще две недели назад, и нужно... удалила с этой стороны, нужно удалить еще с этой стороны сверху, потому что если удаляешь один зуб, лучше удалять также второй, чтобы была симметрия... симметрия челюсти, чтобы зубы не поехали в стороны, тем более я когда-то носила брекеты, и не хочется испортить результат. Вот, так что сейчас мы будем завтракать, и буду теперь жить немножко по измененному сценарию, потому что теперь у меня нет работы. Вот варю целую кастрюлю вареников с вишней. Так вот они красиво выглядят, надеюсь, они будут вкусные. Вареники просто супер, не могу снять ближе, потому что запотевает объектив, но это ручная лепка, и они не разваливаются, и не разваливаются. И на вкус я попробовала тоже очень вкусные с вишней, так что сейчас буду добавлять сметаны и буду кушать. Это вот такая вот фирма вареников, белая роза называется, покупали мы их в метро. Ручная лепка с вишней, без косточек. Багдан уже проснулся, пьет чай, и будем сейчас уже собираться. Ну, рассказывай, что ты хочешь сказать. Я тоже иду на лепку, там я буду працювать, меня там бабуля потом уже бедет. Да. Я назад туда не пойду. Угу, молодец. Голубик, все есть? Ага, мы уже вышли из дома, едем в садик. Богдан у нас сейчас едет часть пути к садику на самокате. На улице действительно потеплело, мы даже без курточки, потому что предыдущие дни приходилось ходить в куртке. Я уже отвела Богдана в садик, купила себе мороженое, пришла к своему старому дому, села и сижу его ем. И такое странное ощущение, когда ты сидишь утром рано, сейчас 9 часов, всего лишь все идут на работу, а ты не идешь. Что-то, знаете, такое новенькое. Солнышко припекает, погода уже такая вообще замечательная, теплая. Наша старая площадка возле старого дома, которая по вечерам превращается в местный Гэндель, где собираются какие-то местные бытовые алкоголики. Ну, вообще-то, на этой площадке я с Богданом не гуляла никогда, потому что она такая, ну, действительно, ее уже превратили в какую-то мини-кафешку. Приехала в свою старую квартиру, сейчас буду мыть эту плитку на кухне. Здесь вот въевшиеся капли жира, грязь. Приготовила здесь уже средства. Это самый такой щадящий вариант, это чистящий крем Рио. Но я боюсь, что им одним я не справлюсь, поэтому у меня есть еще такой вот порошок Гала. И для разъедания жира, жирных пятен, капель. У меня вот есть такая санита от жира, въевшейся грязи и налета. Для кухни предназначена для чистки кухонной бытовой техники, микроволновых плит и вытяжек. Не написано про плитку, но я думаю, что для плитки тоже подойдет. Обработала сейчас всю эту плитку, предварительно немного потерла, но еще не смывала. Вот этой санитой, которая от жира и въевшейся грязи, особенно здесь, возле плиты, очень грязно. Оставлю, пусть немного размокнет. И потом дальше буду мыть. Ужас, я вообще, я терпеть не могу убирать. Это мое одно из самых нелюбимых дел. И я сколько себе давала установки, что нужно убирать по мере возникновения каких-либо загрязнений. И так уборка на самом деле будет занимать меньше времени и меньше сил. Потому что грязь не будет въедаться, засыхать, накладываться какими-то пластами, чтобы потом ее никак не оттереть, чем только полдня над ней биться. Но постоянно то нет времени, то желания. В результате вот тут вот плитка была, конечно, вся грязная, особенно возле плиты. Буду сейчас пробовать ее отмыть. Представляете, чтобы поубирать эту квартиру, как я уже и говорила, 550-600 гривен. Просят, я не знаю, я, наверное, сама научусь убирать, устроюсь на такую работу. Заведу себе много клиентов и буду у них убирать. Убирать и стану миллионером. В общем, я решила все-таки поубирать сама, потому что мне жалко 550-600 гривен на это тратить. Вот, я лучше, не знаю, куплю себе что-нибудь. Вот, так что теперь вот беру вас с собой и буду дерзать. Но сегодня за целый день я не буду, конечно, это все убирать. Но вот плитку сегодня точно надо помыть. Сейчас пока отмыкает плитка, помою вот эти вот нижние ящики на кухне. Они из МДФ клееного пленкой. Называется эта технология создания кухонь. Производство, точнее. Ну, для вот этих дверей и ящичков буду использовать крем Рио. Самый такой он не сильно царапает поверхность. Самый такой лояльный к поверхностям. Все делаю в перчатках всегда, потому что маникюр сильно портится. Здесь вот потеки разные, грязь. В общем, буду сейчас это все отмывать. А верхние ящички помыты. Это Женя еще раньше помыл. Мое задание было нижние ящички. Изнутри я все поотмывала. Вот эти вот тоже доставала. Там изнутри мыло. Это для вилок ложек. Это просто ящики отмывала внутри. И сейчас снаружи все поотмываю. Так, ну что, действительно себя оправдала Санита, которую я показывала. Плитка полностью отчистилась. Насколько здесь может быть видно, все жирные потеки и капли убрались. Полностью матовая чистая плитка. В общем, помыла я плитку всю на кухне. Вот так вот это все выглядит. Оно на самом деле на камере, может, и не отличается от того вида, который был до помывки. Потому что на самом деле плитка такого цвета является самой такой оптимальной для кухни, так скажем. И даже дело не в цвете, а в самой покраске плитки. То есть, когда она, самого вот этого цветового, да, решения плитки, то, что она неравномерно покрашена, потому что на ней не видны всякие разводы, там, грязь, жир. Но это, с одной стороны, хорошо, потому что этого не видно, а с другой стороны, плохо, потому что этого не видно и вы это просто не моете. То есть, объективно, она сейчас стала абсолютно чистая и без каких-либо жирных разводов. Также мой ящичек внизу помылся тоже. Тоже разводы все исчезли. Здесь вот, кстати, это разводы, остатки от воды. Здесь вот царапины. Это стул у меня был, там был сзади гвоздь. И, в общем, он иногда вылазил, и иногда стул придвигался к этой дверце. И, в общем, дверцу царапал, поэтому я здесь замазала лаком для ногтей, но все равно видно. Но ничего страшного, в принципе, и кухня уже не такая уже новая. Вот, так что немножко здесь навела порядки. Сейчас хочу еще снять шторы вот эти, поскладывать. И в комнате тоже. Так, поснимала шторы в кухне и в комнате тоже сняла штору и тюль. И сделала себе кофе растворимый. Но он очень горячий, пока он стынет. Мне больно пить сильно горячее, потому что там, где вырвали, зуб мудрости болит. И пока он стынет, я решила взяться за ванную. Пока что вот за эту фронтальную стенку. Здесь тоже грязная плитка. Хотя я вроде как ее протирала периодически. Но все равно, особенно вот здесь вот внизу собирается грязь. И плитка делается грязная. И то же самое с Анитой. Вот это использую. Да. С Анитой, у которой мыла плитку на кухне. То же самое использую для ванны. Только нужно аккуратно, потому что внизу ванна акриловая. И сама непосредственно я имею ввиду ванна акриловая. И если на нее попадет какое-то едкое вещество, то оно разъест ванну эмаль. Вот. Поэтому нанесла опять же средство на плитку. И жду пока здесь немножко размокнет. Разъезд грязь. И буду мыть. В принципе, самая грязная как-то вот эта стена. Потом еще вот здесь вот нужно промыть. Но все остальное более-менее чистое. В других местах я имею ввиду плитка чистая более-менее. Но все равно нужно. Там какие-то белесые полосы. Это, наверное, налет вот этот, который... Ой, как это называется? Ну, который в ванной образуется, налет такой белесый. Вот. И, соответственно, везде вся ванна в плитке. Тоже нужно будет протереть. Так, все. Фронтальную стенку помыла. Средство смыла. В ванной это делать намного легче, чем на кухне. Потому что достаточно просто помыть, полить из душа водой. Грязь там отмылась. На сегодня все. Сейчас уже поеду домой. Нужно еще заехать в магазин, купить продукты. И уже мечтаю попасть домой и выпить обезболивающее. Потому что болит то место, где раньше был зуб мудрости. А я как представлю, что сегодня вечером у меня будет болеть два таких места. Но надо вырвать. Надо как-то уже заканчивать с этими зубами мудрости. Приехала уже домой. Сейчас буду варить суп с куриным мясом, с вермишелькой. Такой, ну, как бы бульон, да, с куриным мясом, с вермишелью и с картошкой. Для этого предварительно отварю куриные голени. Сложила их уже в кастрюлю. Сейчас буду заливать кипятком. Залила уже куриные голени кипятком. И сейчас буду варить. Ну так, до полуготовности. Чтобы потом на основании бульона и непосредственно мяса с этих голеней варить сам суп. Так, варится уже суп. Я быстренько позабрасывала туда все, что нужно для варки. Это мясо, отделенное от костей, курицы. Далее картошка, морковка, лук мелко нарезанный. Воды налила. И сейчас буду варить до готовности всего. И после чего добавлю туда еще вермишель, паутинку, зелень. И суп уже тогда будет готов. Все, я уже насыпала в суп зелень и вермишель, паутинку. Теперь нужно довести до кипения и выключить. Такой вот получился суп. И пока варится суп, я пообедаю. На обед у меня спагетти с пармезаном и с соусом томатным. Так, пока мне еще не удалили зуб мудрости, я не лежу в обмороке. Нужно сходить по делам и в магазин. Наконец-то сегодня вроде как похоже на лето. Поэтому я сегодня опять в летней одежде. В юбке своей кофты и футболочке своей. Кстати, не помешало бы купить каких-то новых вещей. Но не доходят руки. Пока что до покупок. Буду сейчас идти по делам и пользуюсь случаем. Кстати, хочу похвастаться. Вот мы с Женей купили на днях покрывало на наш диван. Потому что у нас с тех пор, как мы переехали, было на диване старое Женина покрывало. Такой плед шерстяной в клеточку. Такой грубый, колючий. Особенно как наступило теплое время года. Хочется иногда прилечь, ну как бы уже это не в спортивных штанах, там не в спортивном костюме дома. А больше как-то оголенных частей тела. И ложишься на этот горячий, колючий плед, ну шерстяной, да. И неприятно. Кроме того, в него постоянно песок забивался. Богдан с улицы наносит и кошка. Шерсть кошачья набивалась. В общем, такое уродство было, честно говоря, что мы купили этот плед и сразу же выбросили тот. Вот такой красивый купили, фиолетовый. Это мы купили в магазине Деко, в эпицентре магазин, где домашний текстиль, всякие подушки, покрывало. Также там бытовая техника, посуда, в общем, все для дома. Купили там вот такое вот покрывало. Вот так вот оно выглядит поближе. Красивое нам очень нравится. К нему купили две декоративные подушки. Так что теперь у нас вменяемо выглядит диван. А вместе с ним и комната. Так, вернулась из метро. Все по минимуму купила, а то, что именно закончилось и нужно. Так, это бананы Богдану, 4 штуки укропа. Пучок для супа, для салатов. Дальше это на утро, набор с салями. Так, масло, упаковка селянская. Так, яйца куриные, десяток. Вот такие вот слоеные печеньки с изюмом. И зубную нитку купила, потому что, по-моему, я нечаянно выкинула зубную нитку. Потому что я нигде не могу найти. Я уже приехала с поликлиники, удалила зуб мудрости. Себя не буду снимать, потому что у меня немножко перекошенный рот. Но вообще все в порядке. Все более-менее. В общем, жить буду, я думаю. Сейчас вот наша бабушка ужинает и Богданчик ужинает. Бабушка помогла мне. Забрала Богдана из садика. Вот, поэтому сейчас у нас такой семейный ужин. Только я не могу... Всем привет! Да. Я не могу ужинать, вот, потому что у меня зуб вырван. Вот. И Богдан с бабушкой кушают супчик, который я сегодня сварила. Да-да-да. Говорят, что вкусно. Угу. Пахнет вкусно. Угу. Солнце светит сейчас в 7 часов вечера. Сегодня жарко, вообще очень жарко. У меня у нас слепит солнце. 26 градусов, но солнцем так же нажарило, что, как, я не знаю, опять как в Египте. А на завтра 29 мне телефон в прогнозе. Приходит смс-ка с прогнозом. 29 градусов. Так что завтра вообще, наверное, будет жара. Нужно одеть как-то Богдана в садик, соответственно. Приятного аппетита! Спасибо. Спасибо.